Здравствуйте, уважаемые мужчины и те, кто именует себя женщинами. Привет, танкисты! У микрофона ЧСВ и вот он, негаданно, нежиданно, неожиданно, улитка выдала... Ну как выдала? Дала возможность вам прокачать, ну или же открыть за голду, новую полковую машину за Китай. Называется он Объект 122 МТМС. Прям как какой-то советский танк, ну по сути, это и есть советский танк, просто переделанный китайцами в что-то вот свое, что им показалось на тот момент более актуальным. Так вот, это некое подобие Т-54 или Т-55, но со 120-мм пушкой. Ну и давайте делиться своими впечатлениями. Машина по внешнему виду очень мне понравилась. Просто пушка чисто ради внешки можно иногда и на нем будет погонять. Ну, я говорю о себе. Сразу же выделяет его большой огромный ствол, ДШКшка сверху, ну и вот эти четыре трубы. Нет, это не сантехник, который спешит к вашей матушке поменять трубы. Нет, ни в коем случае. Это такие вот управляемые ракеты, они второго поколения, то есть управляются мышкой в РБ, а не с клавиатуры. Присобачены неким кустарным образом, ну как будто бы, знаете, что-то с красаута вот оно приехало. А урон, урон дерьма, очень рандомные. Еще знаете, как вот всякое такое стоит у нас на картах типа вазонов, фруктовых лавок во Вьетнаме. Вот об это все ракета будет заводиться. Ну и урон, скорость, все это тоже не блещет. Но с другой стороны, как какое-то дополнительное вооружение для того, чтобы убить типа, если вдруг вам выбили пушку, ну или же не прошел урон с лома, почему бы и нет, почему бы и нет. Все-таки это некая уникальность. Машина весьма быстрая по прямой. Разгоняется хорошо, прям как натовский танк идет явно быстрее советских. Но разгоняется она до хорошей скорости. Аж сам же разгон и динамика машины не шибко-то хороши. Да, нормально, дожить можно, но ты по старту будешь все-таки проигрывать большинству противников и союзников, особенно внизу списка. Ах да, боевой рейтинг 8,3. Это значит, что при топе хайд. На гурочку тоже поднимается вяло, но задний ход не 4 км в час, но и тоже звезд с неба не хватает. Короче, задний ход сойдет. Ну и динамика тоже. База у объекта более выдвинута как-то, короче, в форме лодки. И это на самом деле минус, а никакой не плюс. Потому что в ПВП, в городских боях сначала выезжает твой корпус, а потом только башня. Короче, удлиненный корпус создает ситуации, точнее их учащает, когда ты получаешь плюху быстрее, чем твоя пушка выйдет к центру вот этой машины, чтобы иметь возможность открывать огонь. И это не круто, это очень тебя ограничивает и заставляет, ну скажем так, немножечко ссаться, выезжать из-за угла. Ну, как знаете, есть такая приколюха на 906 объекте, ну и, наверное, на Пантере. 120-ка, которая стоит на объекте, стабилизирована в двух плоскостях. И наводится по горизонтали явно лучше, чем советские собратья на Т-55, например. Там скорость приводов горизонтальных хуже. Верх пушка поднимается вот аналогично советам. Не очень с этим все, но, в принципе, смириться можно. Все же 8.3, боевой рейтинг только. Ну и вниз тоже не опускается, советские корни не дают о себе забыть. Что напрягает, это скорость перезарядки. 9.2 секунды в топе, когда у основных конкурентов, а это 105 канатовская, там 6.7. Это очень ограничивает тебя в бою против нескольких противников, ну или в активной перестрелке лоб в лоб. А если у пассирандом тебе выбьют при такой перестрелке командира, то перезарядка сбросится на время прям до уровня ИСа 2. Ну и там тебе реально габела. Но проблемка как бы здесь не только в перезарядке, но и в том, что лом не всегда пробивает то, что тебе нужно. Даже какие-то легкобронированные цели нередко ловят не пробои, рикошеты, а сам урон, ну, ты ему не доверяешь. Понимаешь, когда долгая перезарядка, ну, например, как на какой-то бабахе, ты хотя бы надеешься, что это все будет компенсировано уроном. Но здесь не так. Ты даже под калем можешь добиться куда большего эффекта, чем, например, на этой 120-ке. Короче, рандом-рандомыч. Еще и проблемка бывает с советами. Например, Т-55 АМ, с которыми ты встречаешься часто. В ЛДшка не очень пробивается, приходится тебе выцеливать 55-ку, когда натовцы на подобных аналогах этим вообще не парятся. Ну и с дедами тоже будут проблемы, там, с ИСом, восьмым, седьмым, ну, вы поняли. Есть тут, кстати, фугас. Пробои от 33 или 32 миллиметра, это не только легкобронированные цели, но и, например, лепик какой-то в маску можно шотнуть. Короче, в стоке можно немножко поиграться, ну или пофаниться чисто на фугасах. Пулемет ДШК не лучший зенитный пулемет в игре, но от Сутулы и Псины меня, например, он спас. В основном закидывало меня, ну, понятное дело, вниз списка. 8,7, теплаки, ломы, колесники и всякое такое. Играть активно, к сожалению, на этом танке особо не получается. Рандомный урон, долгая перезарядка, отсутствие тепловизора, хотя на 8,3 это как бы норма, но все же ты воюешь против них. Ну и вот эта форма корпуса, она тебя очень ограничивает, ибо пока ты высунешься, тебя уже тип увидел, среагировал через теплак, ну и шотнул. Ах да, живучесть, ее здесь, господа, нету. Броня, ну, немножечко имеется на корпусе, опять же, против танков 5-го ранга, которые стреляют обычными подколями, а вот только по тебе лупят настоящими опередниками, то там уже чисто в силуэт. Казенка вылетала по КД, просто никаких шансов. То есть, ты защищен только от танков, которые ниже тебя по боевому рейтингу, все остальное тебя имеет на изи. Как по мне, танчик запоминающийся, он уникальный. Вот я не могу его по геймплею, но чем-то он, конечно, на 62-ку, но чем-то похож на 62-ку, наверное, из-за перезарядки. Но все же он запоминается, он ощущается уникально. Но чисто геймплеем, не своими результатами, активный геймплей на нем противопоказан. Только какая-то позиционочка, отдых, игра от дистанции, ну или же от ошибок противника. Только так ты получишь какие-то результаты. Если будешь пушить, ну, сорян, но тебе поломают лица даже танки твоего боевого рейтинга. И это не шутки. Запоминается ли машина? Да. Кому стоит прокачивать эту машину? Скорее тем, кто просто хочет чего-то уникального. Машину с советскими корнями и какой-то китайской изюминкой, при этом с черпаком дегтя. Но если ты играешь все же на результат, и открыть полковую технику для тебя не то чтобы простая задача, то скорее тебе нужно фармить полковой леопард, ну, явно не китайцам. Короче, что-то где-то 6 из 10 машина, ну, такой среднячок или же ниже среднего. Скорее даже ниже среднего. Вот такое мое мнение. Ну что, ребят, думаю, ролик заслужил лайка, ну и подписочки за свои временности, актуальность, а главное честность и неподкупность, как говорится. Заглядывайте в описание к видео, там есть ссылочка на телеграм-канал, на реферальную ссылочку для скидки в донат улитки, ну и моя фирменная наклейка. Все, до скорого, всем счастья, здоровья и пусть война будет только War Thunder.